Здравствуйте, меня зовут Алена, с вами компания Рестроймастер. Сейчас мы находимся на уже завершенном объекте Школы Программистов. В предыдущем видео мы рассказывали, как мы делали этот объект. И с нами Артем Коробицкий, директор Школы Программистов. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, ваше общее впечатление от работы, от сотрудничества с компанией Рестроймастер. Впечатления положительные. Мы школа программирования, которая занимается обучением школьников с 3 по 11 класс. И мы не просто курсы по программированию, поэтому у нас есть определенные требования к помещениям, которые необходимо соблюдать. И в целом компания Рестроймастер отлично справилась с задачей. Были сложности в процессе, то есть я не буду это скрывать. В частности, сложно было определить окончательную смету. Но при этом ребята очень отзывчивые, как бы помогали со всеми моментами, что-то подсказывали. По времени, на сколько уложились в процессе ремонта? Вообще не уложились в сроки, но здесь есть наша вина в том числе, потому что нам нужно было срочно. И вчера, поэтому мы попросили через полтора месяца отдать хотя бы нам часть помещения. Потому что чем дальше от сентября, тем меньше детей свободных, которые готовы здесь заниматься. Поэтому в этом плане мы получили поддержку, нам сдали часть помещения, мы смогли начать свои занятия. Артем, скажите такой честный вопрос. У вас же была какая-то забита смета, да? История со сметой, она, да, такая интересная на самом деле, потому что материалы покупались в процессе, и мы не могли оценить итоговую стоимость работы. Но в целом я там уже делал ремонт, поэтому понимал общую сумму примерно. И плюс-минус 200 тысяч нас не сильно как-то выбивало из клей. Первоначально, конечно, все хотят сделать ремонт подешевле, да? То есть все хотят, и все хотят знать сумму с самого начала. И зафиксировать ее с самого начала. Но в определенный процесс времени, понятное дело, что когда мы там отковыриваем, в общем, отдираем штукатурку, то там что-то возникает, что требует дополнительных вмешательств. Мы в целом к этому были готовы, поэтому мы, получается, около 100 тысяч потратили больше, чем планировали. Это в целом не критично для нас было. Скажите честно, сможете ли вы рекомендовать нашу компанию своим знакомым, коллегам, возможно, по работе? Да. Если кто-то будет делать ремонт от 2 миллионов рублей, я о вас вспомню сразу. Дешевле просто, наверное, вам не интересно, вы же крупная компания.